Че творим, бро? С вами Сергей Оанис. И на днях я наткнулся на потерянный эпизод Барбоскиных. Он был ужасен. Серия начинается, где самый старший член семьи возвращается домой. На пороге его встречает Лиза. Глаза Лизы были налиты кровью. Она плакала, что испортилась пицца. Но пицца не могла сама испортиться. Её испортили её братья и сестра. Они подлили туда яда. Переход на братьеви и сестру. Их глаза были чёрные, а детеней были вовсю чёрно-красные. Сидя на лестнице, они разрабатывали план. Какая-то сущность их натолкнула на то, чтобы утравить своих родителей. Ведь тогда можно делать всё, что они захотят. Переход назад на Лизу. Лиза делает тесто на пиццу, чтобы догадить своим родителям. Ведь они считают её самым неадекватной, тупой и неряхой. Позже с неё проходят братья, которые хотят заменить тесто. Вместо обычного они хотят положить Сиаду. Из холодильника они взяли все им нужные ингредиенты. Из-за того, что их разум охватит, они столкаются и падают. Но быстро прячутся под столом. Сделавши тесто Сиаду, Манни собирается его подменить. Но случайно ходой толкает очкарика. И у последнего падают очки в тесто. Блудинка отвлекает Лизу. Двонит ей на телефон и шепотом говорит. Ты умрёшь через 7 дней. Лиза очень испугалась и кинула трубку. Тем временем братья успели подменить тесто. Лиза возвращается к тесте и увидит, что там очки. Она ещё сильнее испугалась. Ведь очки значили, что за ней кто-то следит. Лиза начала плакать кровавыми слезами. Она выбросила тесто, потому что оно было испорчено очками. План братья провалился. Но очкарик придумал новый. Они решили отравить колбасу, которая попадёт в пиццу. Очкарик добавил. У этой колбасы прекрасный аромат. И приятный вкус. Никто и не заметит, что там яд. Он сказал это грубым, громким голосом. Голос явно был не его. Худой отвлекает Лизу и забирает к себе в комнату. Что они там делали, неизвестно. Толстый быстро меняет хорошую колбасу на колбасу Сиадо. И вот они думали, что их план сработал. Но из другой комнаты выходит отец и берёт ту колбасу и ест. Лиза не находит колбасу на месте и переживает. Плавный переход на братьев. Блудинка сидит. Худой ходит надеждой, что хоть кто-то умрёт. А очкарик читает книгу самоубийствия. К ним подходит Лиза. И со слезами на глаза говорит, что их отец умер. Очкарик больше всего радовался и заказал уже гроб. Выскочила надпись. Две недели спустя. Вся семья сидит за столом расстроенная. Около них дух умершего отца. По глазам детей видно, что сущность ушла, забрав самого старшего. Их глаза уже были не чёрные, а налиты кровью. И кто знает, когда эта сущность вернётся. Когда я увидел эту серию, я был в шоке. Ведь психика детей после просмотра этой серии уничтожилась на всю жизнь. Эту серию всё ещё можно найти в интернете. Но она запрещена почти во всех странах. А на этом всё. С вами был Сергей Онис. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, это всего лишь моё воображение.